привет сегодня мы хотим сделать полезный отвар из почек сосны мы заболели у нас кашель насморк и решили обратиться к силе еловых иголок для этого купили почки они с веточками и будем их заваривать заваривать их надо на водяной бане в эмалированной посуде для этого я взяла одну мисочку налила водички и вторую эмалированную нужно 200 грамм горячей воды и 2 столовые ложки почек я раскрыла пачку и там показались почки сосновые нам нужно две столовых ложки этих почек набрать и положить тарелку но не очень удобно они достаются они цепляются вот как они выглядят колючие почечки одну ложечку и вторую ложечку туда же вот и пол пачки нет заливаем теперь кипятком нет не кипятком кипятком нельзя надо горячей кипяченой водой потому что это будет водяная баня внизу вода включаем огонек небольшой я представляю что это будет приятный аромат как в лесу водички достаточно она не выливается но еще чуть-чуть чуть-чуть и выльется ложку туда не будем я думаю водичка внизу должна закипеть а я почитаю пока состав в этой пачечке 75 грамм сосновых почек применяется при простудных заболеваниях как откашливающий препарат думаю еще варится будет долго закипать водичка так а также есть противопоказания моя камера не хочет фокусироваться бронхиальная астма гепатиты нефропатии беременных нефриты глумирола нефриты пелиты нефрозы нефриты термин пригодности 2 года до 2022 так как же его заваривать две столовые ложки почек мы поместили в малиброванную посуду залили 200 миллилитрами кипяченой воды закрыть крышкой да только у нас не закипела еще вода наверно закипеть должна закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане на протяжении 30 минут потом охладить при комнатной температуре процедить отжать довести до 200 миллилитров и применять три раза в сутки после еды детям от 3 до 7 лет по одной чайной ложке то есть ребенка буду давать по одной чайной ложке а мне можно по одной третьей стакана но это много отпускается без рецепта сделано в житомирской области в житомире акционерное общество лик травы водичка в первой кастрюльке закипела и пошел сразу запах надо накрыть если накрываю большой крышкой вода вытекает на плиту поэтому я придумала облегченный вариант накрыть вот такой вот легенькой мисочкой она держится запахи невероятные сейчас мы прикрутим вода выливаться не будет наверное вот и теперь это вся конструкция должна кипеть полчаса капает ну ничего сейчас лишняя сбежит наверное нет так варим полчаса прошло полчаса наши почки с побыли на водяной бане водичка цвет не поменяла теперь надо выключить газ и остудить в течение 10 минут 10 минут прошло остыла наша водичка с почками пора ее процедить и потом надо будет довести объем от 5 до 200 миллилитров пока вода кипятилась конечно же выкипела что-то еще надо как-то почки отжать так пока получилось 153 миллилитра сейчас я буду пробовать отжимать почки отжимала как могла но они очень твердые хоть и не варились полчаса настаивались еще 10 минут все равно они остались очень тверденькие тверденькие получилось у меня если убрать ситечко получилось 137 грамм сейчас попробую удалить кипяченой водички вот получилось 200 грамм ну и все отвар готов можно теперь его пить ребенку по чайной ложке а мне можно одну треть стакана аромат волшебный на весь дом такой запах сосновый раздается уже ради этого стоит его варить кипятить и заморачиваться спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч вот это разовая доза для взрослых 65 грамм треть стакана я уже попробовала немножко вкус очень горький насыщенный как будто жую сосну настоящую ребенок думаю чайную ложку сможет выпить но больше нет взрослому надо постараться чтобы это принять ничего не сделаешь ради здоровья хочется поскорее уже вернуться к нормальной жизни не кашлять не чихать дышать полной грудью тем более средство натуральное выросло в лесу не химия не таблетки не какие-то комбинации составляющих будем лечиться помимо